Мы с вами довольно долго обсуждали, какую роль перфект играет в тексте. Правда, не поговорили о том, как выглядит перфект. Поэтому, восполняя этот недостаток, этот пробел, давайте теперь перейдем к обсуждению форм перфекта. Схему образования перфекта вы можете посмотреть в учебнике параграф 25.4. И дальше 25.5 дается парадигма, ну и потом дальше, в следующих параграфах приводятся формы среднестрадательного залога перфекта. Ну, сразу скажу, что в перфекте, в греческом языке, опять-таки, две залоговых формы, так же, как было в настоящем времени, и так же, как было в перфекте. Если в овести три залоговых формы, то, что называют настоящим, то, что называют действительным залогом, средним залогом и страдательным залогом, то в настоящем времени, в имперфекте и в перфекте, две залоговых формы. Форма действительного залога и форма, отвечающая и за среднее, и за страдательное значение. Итак, как же образуется перфект? Перфект действительного залога, удвоение, основа перфекта действительного залога, образующая временника и первичное окончание действительного залога. Из незнакомых слов у нас здесь прежде всего удвоение. Начнем с простейшего варианта удвоения, который встречается, если глагол начинается с одиночной согласной. Одиночная согласная, то есть согласная, после которой следует гласная, то есть согласная, стоящая перед гласной в одиночестве. Есть еще группа согласных, то есть несколько согласных стоящих вместе, это просто одиночная согласная. При удвоении одиночной согласной происходит следующее. Это согласная удвоивается и между двумя согласными вставляется эпсил. То есть для любимого нами глагола ло происходит следующее. Лу, вот это две Л становятся Л, представляется эпсилом ЭЛ, Лу, после вот этого удвоения Л, удвоение, Лу, корень, потом образующие времени К, и потом окончание. Хотя у перфекта первичные окончания действительного залога, но так как у него суффикс К, содержащий Альфа в своем составе, то на самом деле окончания перфекта очень сильно напоминают окончания АО. Вот это наличие Альфы, и добавление к Альфе, и вообще и другие какие-то элементы привели к тому, что окончания перфекта уподобились окончанию АО. Давайте мы просто пройдемся по парадигме для глаголового Л, удвоение, Лу, К. Как и в Аоресте, в первом лице единственном числе нулевое окончание. Л, Лу, КАС, Л, ЛУ, КЕ. Как и в Аоресте, образующие времени в третьем лице единственном числе с К меняется на К, что позволяет ее, кстати, отличить от формы первого лица единственного числа. Ну и, возможно, в Бигвлэнью Л, ЛУ, КЕ, ЛУ, КАН. Дальше Л, ЛУ, КАМЕН, Л, ЛУ, КАТЕ, Л, ЛУ, КАСИН. И вот здесь только окончание отличается от Аореста. Вместо того, чтобы быть как у Аореста Л, ЛУ, КАН, у нас Л, ЛУ, КАСИН. Вот это СИ, СИН, нам знакомо по другим временам. Это все-таки следствие того, что здесь не вторичное, а первичное личное окончание. Хотя формула ЛУ, КАН, ну, точнее, не формула ЛУ, КАН, а другие глаголы, но с таким вот окончанием КАН несколько раз в Новом Завете встречаются. То есть вот это Аорестное влияние, оно проникло и в форму третьего лица множественного числа, и ее трансформировало. Поэтому вы должны быть готовы встретить такую форму тоже. Но, как видите, в общем-то, запомнить все, во-первых, легко. В смысле, окончание они уже вам все знакомые. Разглядеть перфект тоже не очень сложно. Явно бросающиеся в глаза удвоения и достаточно хорошо заметный суффикс КАН. ЛЕ, ЛУ, КАН. Видите, перфект – это хорошо видимая и ясно различимая форма. Ну, по крайней мере, перфект в действительном залоге. Что касается перфекта среднестрадательного залога, то образуется он в последующей схеме. Удвоение, ну, точно так же, как у перфекта действительного залога. Основа среднестрадательного залога перфекта. И сразу же, без всяких соединительных, гласных и образующих времени, добавляется первичное окончание среднестрадательного залога. И получаются следующие формулы. ЛЕ, ЛУ, МАЙ. ЛЕ, ЛУ, САЙ. Вот эта форма САЙ нас немного может озадачить, потому что во всех остальных временах СИГМА выпадало, что-то там сливалось. И вместо САЙ мы видели какое-нибудь там С подписано, ЙОТА, или что-то еще. Но здесь СИГМА нет причины выпадать. То есть нет какой-нибудь там образующей времени, соединительной гласной, или еще что-то, между которой и вот этим окончанием АЙ оказывалось бы СИГМА, и что бы привело к его падению. Просто САЙ есть уже окончание, и больше ничего нет, там дальше только основа. Из-за этого СИГМА не выпало, ничего не слилось. И вот это вот изначальное историческое окончание САЙ в перфекте все еще видно. К тому же его очень легко запомнить из-за такой вот архивного ритмичности МАЙ САЙ ТАЙ. Вот эти МАЙ САЙ ТАЙ. И потом МЭТА СТЕН ТАЙ. Ну, вы, наверное, учили в МАЙ ТАЙ МЭТА СТЕН ТАЙ. Ну, и теперь просто убираете соединительную гласную, запоминает ЕСАЙ, и вы помните вот этот набор окончаний для среднестрадательного залода перфекта. Отсутствие всяких соединительных гласных, суффиксов и всего остального – это хороший признак перфекта среднестрадательного залода. Так что логика образования форм, она не очень сложная. Удвоение, хорошо бросающийся в глаза эффект, суффикс КА в действительном залоге, отсутствие вообще всех суффиксов и всего остального в страдательном залоге, и плюс первичное окончание свидетельства действительного и страдательного залога, правда, в действительном залоге претерпевавшие сильное влияние Ореста. Поэтому КА КАС КЭ, КАМЕН КАТЕ КАСИН, и МАЙ САЙ ТАЙ МЭТА СТЕН ТАЙ. Какие подводные камни, какие неприятности нас могут ждать при образовании форм перфектов? Ну, во-первых, когда я сказал про удвоение, я сказал простейшая форма удвоения. Какие же непростейшие формы, какие другие сложности есть с удвоением, что-то описано дальше в учебнике. Во-первых, кое-что происходит, если удвоимое согласное, является согласное взрывное. Причем не просто взрывное, а придыхательное. Мы с вами уже как-то говорили, что греки не любили произносить подряд две придыхательные согласные. Помните, когда мы обсуждали с вами форму глагола ЭХО, который имеет корень СЕХ, СИГМА выпало, должно было бы замениться на густое придыхание, и по-хорошему у этого глагола должна была бы быть форма ЭХО. Вот это ХА-ХА, две ХА, греки произнесли СИТЬ не хотели, и поэтому ХА-ХО заменилось на ЭХО. Но в будущем времени, когда второй придыхательный нет из-за СИГМА получается КСИ, придыхание возвращается, и глагол имеет форму ХЭКСО, поэтому ЭХО, но ХЭКСО. Так вот, нежелание произнести два придыхательных звука подряд играет определенную роль и при удвоении в перфекте. Если глагол начинается с придыхательной согласной ФЭХ и ТЭ, то чтобы двух придыхательных согласных подряд не было, вот это удвоившееся придыхательное согласное переходит в соответствующую по квадрату согласную глухую, то есть соответствующую по месту образования. То есть губная ФЭ переходит в губную ПЭ, заднеязычная ХЭ переходит в заднеязычную КЭ, и зубная ТЭ переходит в зубную ТЭ. Поэтому вот такая вариант ФЭФ переходит в ПЭФ, ХЭХ переходит в КЭХ, и ТЭФ переходит в ТЭТ. Но если вы хорошо помните квадрат взрывных согласных, вам достаточно легко будет сориентироваться и увидеть раствор этих согласных между собой. Ну и в учебнике вам приведено несколько примеров глаголов, для которых такая трансформация значима. Вот, например, для глагола ФЭНЕРОУ, форма перфекта ПЕ, ФАНЕРО, КА. А для глагола ХАРИДЗОМАЙ, ну у него ХАРИД, корень, форма перфекта КЕ, ХАРИС, МАЙ. Почему там именно СМАЙ и так далее, мы очень попозже обсудим. И для глагола ТЭРОПЕРОУ, форма перфекта ТЭТЕРОПЕРУМАЙ. Видите, вот это ТЭТЭ, КЭХЭ, ПЭФЭ. То есть вот вполне таким, хотя может быть и мешающим чуть-чуть увидеть вот это удвоение образом, но все-таки заметным, бросающимся в глаза явлением являются. Так что, я надеюсь, вы сможете это разглядеть. Чуть хуже ситуация, когда глагол начинается с гласной. А когда глагол начинается с гласной или с дифтонга, гласная не удваивается, а удлиняется. Причем это удлинение следует тем же правилам, что и приращение в орести. И такие формы можно перепутать с орестом. Например, возьмем глагол АГАПАО, который в перфекте имеет форму Э, то есть Альфа удлинилась в эту, ГАПК. Ну, опять же, как всегда, перед образующей времени Альфа тоже уплиняется в эту, поэтому ЭГАПК. Вот из-за этой Э, ну, чем-то похожим, конечно, на Орис, который имел форму ЭГАПЭСА, но суффикс КААНИСА помогает нам увидеть разницу. Ну, или для глагола ИТЕО ЭТК. Альфа удлинилась в эту, ЙОТА подписалась, Получилось Э с подписной ЙОТА и ТК. Опять же, мы от АОРИСТА отличаем это прежде всего за счет суффикса. Ну, и как в АОРИСТЕ, иногда АДИФТОРГИ не удлинялись, здесь АДИФТОРГ ЭУ не удлинялся, здесь тоже возможен тот же самый эффект, поэтому у глагола ХОРИСТК ускорим ХОРУ, АПЕРФЕКТ ХОРУ, 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 И вот это вот ЭПСИЛ, где-то в настоящем времени выпавшее, там добавился суффикс ИСК, теперь проявилось и удлинилось, но вот это ХОРУ никак не изменилось. И, наконец, если бы тоже еще, может быть, более неприятное явление, когда глагол начинается с группы согласно, то, опять-таки, вместо удвоения ставится перед этой группой согласно ЭПСИЛ очень похожее на приращение ВАОРИСТЕ. Этого нельзя назвать приращением, по своей природе это другое явление. Приращение, мы с вами говорили, прежде всего подчеркивает, что это прошедшее время. Приращение добавлялось в имперфекте, это прошедшее время, продолженного вида превращения, добавляется ВАОРИСТЕ, изъявительное наклонение, прошедшее время неопределенного вида. В перфекте добавляется не приращение, а происходит удвоение, даже если оно выглядит как ЭПСИЛ, и это указание на видовую значимость, завершенное действие с результатом. перфект не описывает прошлое, перфект описывает особую видовую значимость. Мы потом увидим, что есть специальные формы, плюс квадр-перфект, где есть и удвоение, и приращение, ну, мы о них чуть-чуть попозже поговорим, но приращение удвоения разное влияет. Так вот, хотя у глаголов, начинающихся с группы согласных, в качестве удвоения добавляется что-то похожее на приращение, то есть приобщение. Ну, например, глаголу Геноско, у него корень ГНО, и форма перфекта Э, ГНО, КА. Это самый, наверное, часто встречающийся глагол с группой согласных и приращением в перфекте, ну, удвоением, прошу прощения, в перфекте, Э в двоении, ГНО, корень, КА, суффикс. Ну, если корень ГНО хорошо знаете, помните об этом эффекте, ну, и к тому же, видите, суффикс КА, перфект в любом случае вы узнаете. Как и приращение удвоения добавляется к корню глагола, поэтому, если у глагола есть приставка, то сначала приставка, потом удвоение, ну, и потом корень, и все остальное. У глагола БАЛО в перфекте корень БЛЭ, нам уже знакомый, по страдательному залогу, и перфектная форма ЭК, приставка, БЛЭ, удвоение, БЭ, удвоение, БЛЭ, корень, КА, суффикс. ЭКБЛЭКА. Ну, опять же, теперь, так как после КЭ стоит согласно, то теперь не КСИ, как было в августе, где было бы ЭКСЭ, балл, ион, и так далее, АЭКБЛЭКА. Поэтому в поисках удвоения будьте внимательны. Ну, собственно, вот почти и все проблемы, которые связаны с перфектором. Итак, достаточно сложное явление удвоения. Для одиночной согласной согласно удваивается, вставляется эпсилон. Если согласное придыхательное, то первое из удвоившихся согласных переходит в соответствующую по месту образования глухую форму. Если глагол начинается с гласной, гласная по обычным правилам удлиняется. И дифтонг обычно тоже, но если это не дифтонг ЭУ. А если глагол начинается с группы согласных, то добавляется эпсилон, которое выглядит как приращение, но на самом деле тоже считается, называется удвоением. Вот это вот удвоение ставится после приставки, если у глагола есть приставка. Остальные особенности, да, потом идет основа. Основа в перфекте может немного отличаться от основ в других временах. Мы видим вот эту вариацию основ по временам. И причем у перфекта действительного залога и среднего залога, ну, среднестрадательного залога основы могут различаться. Вот для того, чтобы все вот это вот передать, вот в стандартном списке из шести основ основа перфекта действительного залога и основа перфекта среднестрадательного залога пишутся на четвертом и пятом месте. Стандартный список. Настоящее время, будущее время, аористная основа для действительного и среднего залога, перфектная основа для действительного залога, перфектная основа для среднестрадательного залога и аористная основа для страдательного залога, которая также служит основой для страдательного залога будущего времени. Вот такой вот набор основ есть в греческом языке, так что все шесть основ мы теперь с вами освоили, перфект занимает сразу две позиции в этом списке, потому что основы могут различаться, хотя зачастую различия не такие уж и существенные. Есть несколько слов в греческом языке, образующих так называемый второй перфект. Он описан в параграфе 25.14. Второй перфект вместо суффикса к имеет суффикс а. Ну помните, с подобным эффектом мы сталкивались в будущем времени, в страдательном аористе, там, например, первый страдательный аорист был суффикс т, второй суффикс с. Или в будущем времени был т, с и, с. И вот в перфекте к и а. Вам основные глаголы перечислены, образующие второй перфект. От аку образуется второй перфект а к куа. Ну, когда вы смотрите на эту форму, она вообще вам кажется дикой, наверное. Это так называемое атическое удвоение, к счастью, чрезвычайно редкое явление. Мы видели атическое удвоение в аористе глагола аго, помните, эго-гон. И теперь мы вот видим в перфекте глагола а-пу, эко-куа. У глагола гинамай, перфект ге-гона, ну тут корень вот изменился с ген на гон, и удвоение, тем не менее, видно, а ге-гона. У глагола ламбана форма перфекта эй-ла-фа, и тут, наверное, единственное, что вы можете просто эту форму заучить, она уж слишком не похожа на исходную. У глагола графо э-графа, ну, удвоение, граф и суффиксы хорошо видны. И у глагола э-ха май, перфект э-лэ-лута. И хотя л-т, знакомые вам, здесь хорошо видны, да, здесь тоже некие есть следы атического удвоения, еще и вот этой основе э-лэ-лут, э-лэ-лут. Вот, но разбираться, что здесь произошло, нет никакого смысла, потому что здесь нет какой-то регулярной модели. Просто заучите это как, ну, отдельное слово, отдельную форму. Да, я понимаю, что вот эти вот все формы, они немного проблемные, но их, к счастью, не так много, поэтому вполне можно их специально отдельно выучить. Напоминаю, еще раз, смотрите на какие-то изучаемые формы, узнаю, хорошо, не узнаю, либо учите правила, если это можно, либо просто заучивайте форму, чтобы все-таки, встретив ее, впоследствии, узнать. Последняя сложность, связанная с образованием форм перфекта, касается форм среднестрадательного залога. Дело в том, что первое согласное окончание, помните, май, сай, тай, может взаимодействовать с последней согласной основы слова. Особенно, если последняя согласная основа является взрывной. Ну, взрывные согласные нам доставляют массу неприятностей. Самое типичное взаимодействие, это взаимодействие с сигмой, и нам они уже знакомы, но есть и некоторые другие эффекты. Коротко это описано у вас в учебнике, в дополнительных середине, в параграфе 25-23, и приведена парадигма для графа, для диоку и для пейтоа, соответственно, зубной, заднеязычной и губной согласной. Что здесь происходит? Когда к взрывным согласным добавляется звук М, то под его влиянием, видите, губные сами переходят в М, то есть ПБФ превращается в М, ПМАЙ, ФМАЙ, ФМАЙ превращается в МАМАЙ. Вот это явление, когда под влиянием одной согласной другой трансформируется, в языке называется ассимиляция, оно достаточно распространено. Вот такое уподобление необязательный вариант. Например, когда к заднеязычным добавляется МЕЛ, то заднеязычные превращаются в звонкие. Например, для глагола диокуа форма первого лица единственного числа, видите, де, де, о, г, май, не де, о, к, май, а к, м, произносить чуть сложнее, чем г, м. И вот под влиянием МЕЛ вот это К превращается в звонку Г. Вот это происходит такая ассимиляция по звонкости. В русском языке тоже есть такое взаимодействие. Например, мы можем сказать ПТ легко. Можем легко сказать БД. А теперь попробуйте ПД сказать или БТ. Ну, можно, конечно. Но чувствуете усилие при произнесении этого нам надо сознательно контролировать себя, делать какую-то паузу между звуками, чтобы они раз и не перескочили. Два глухих подряд ПТ легко, два звонких подряд БД легко, а звонкий и глухой вместе, они не прижимаются, они плохо звучат. Вот и в греческом языке, да, вот этот звонкий и глухой превзамодействовали, и что-то изменилось. Ну, и что касается зубных, ДДЦ, да, тоже при добавлении МЕЛ появляется сигма. Ну, сигма у вас, вам уже немного знакома. Помните, когда мы обсуждали добавление Т, преобразование форм страдательного залога, ореста будущего времени к основам зубные, там тоже появлялась сигма. С окончанием сай сигма обычным образом взаимодействует. Мы это взаимодействие уже много-много раз видели. В третьем склонении, в будущем времени, в оресте. Здесь сюрпризов никаких. При добавлении ТАЙ, ТАГТ превращает в соответствующую глухую, согласно. Видите, граф О, да, Ф превращается в глухую П, Г, граф ТАЙ. Не граф ФТАЙ, а Г, граф ТАЙ. Ну, ДДЦ, ТАЙ и так глухая, тут ничего не происходит, а ППСАЙ, опять же, ТДЦ превращаются в сигму. Ну, можете, тот же самый эффект мы наблюдаем с мю, как и в первом лице единственном числе, и в первом лице множественном числе. Что касается, вот, приведенных вам форм для третьего лица множественного числа, когда вы на них смотрите, вы, может быть, вообще озадачены, что тут такое написано. Эйсин, вы, явно, можете почувствовать, что это форма глагола ИМИ и ГЕГРАМ и МЕНОЙ. Почему МЕНОЙ и так далее. На самом деле, это глагол «связка» плюс «причастие». Называется все это описательным споряжением, и изучаться будет в 30-й главе. Вообще, в греческом языке есть так называемое описательное споряжение, то есть можно сделать что? Можно сделать страдательную форму, либо с помощью страдательной формы глагола, либо с помощью глагола «быть» плюс «страдательное причастие». Как с этим русском языке мы точно то же самое делаем. «Был построен». Чувствуете, да? Глагол «быть» плюс «страдательное причастие». Вот такая же конструкция «быть» плюс «причастие» есть и в греческом языке. И в новозаветные времена она потихонечку начала вытеснять, не вытеснять, но, по крайней мере, распространяться на какие-то обычные глагольные формы. И так уж случилось, что в новозаветные времена больше не встречаются формы третьего лица, множественного числа, страдательного залога перфекта, а вот эта вся сфера уже занята вот такой вот формой с глаголом «быть» и «причастие». Вообще в греческом языке теоретически возможно образование таких форм, но эти формы уже вытеснены в новозаветные времена, поэтому учебники вот так они вам проведены. Но саму суть вот этого описательного спрежения мы с вами через несколько уроков рассмотрим. Но при всей ужасности картины, которую вы сейчас наблюдаете перед собой, все-таки много здесь можно рассмотреть. Во-первых, видно у глаголов хорошо удвоение. Во-вторых, окончания более-менее видны. «Май», остатки от «стая», «тай» видна, «мета» видна. Да, вот-вот, конечно, с «т» взаимодействовало, трансформировалось и не так хорошо везде заметно, но что-то тоже видно. Поэтому велика вероятность, что глаголы вы все-таки узнаете. Много чего остается. Опять же, нам не важно не так, что правильно там произнести, написать и узнать. Это чуть более легкая задача, и при всех трансформациях и ассимиляциях согласных в тексте остается достаточно информации в форму, чтобы понять, с каким глаголом и с какой формой мы имеем дело. Так что, пожалуйста, не покажите.